Всем привет! Сегодня я буду разбирать однокомнатную квартиру 38,9 квадратных метров для студента, которому любящие родители приобретают квартиру, чтобы он жил и учился с комфортом. Понимаете, вот такая квартира будет сейчас мною разобрана. А вы, пожалуйста, смотрите, подписывайтесь на канал, комментируйте и ставьте лайки. Поехали! Итак, перед нами однушечка, вполне себе традиционная и стандартная. Исходный вариант, а вот это тот вариант, который я сегодня буду разбирать, который я сделал и предоставлю вашему вниманию. Но прежде чем мы приступим к этому разбору, а я расскажу, что здесь имелось в виду, я хочу сказать слова благодарности застройщику и сказать, какой он молодец, что обращается ко мне на этапе проектирования дома, чтобы я придумал планировку лучше, чем она была до этого. То есть таким образом он проявляет заботу о вас, дорогие покупатели. И мы предполагаем, что вы, это может быть родители, которые покупают квартиру для студента. И вот именно с таким расчетом делалась эта планировка. Ну, кстати, не только студент может, естественно, в ней проживать, но просто мы сориентировались именно на студента. Ну, студент там когда-то вырастет, обзаведется второй половинкой, и для них эта квартира тоже, на мой взгляд, вполне себе подойдет. Итак, давайте смотреть, что было, что стало. Все сейчас объясню и расскажу. Была у нас квартира с прихожей, и вы знаете, вот когда мы смотрим на такую планировку от застройщика, нам кажется, что это прихожая большая, потому что она вот такая вот квадратная. Будет ли она такой? Нет, не будет. Потому что когда вы поставите шкаф, ваша прихожая сразу же обузится и превратится в вытянутую узкую кишку. Длинную, неудобную. У меня даже фломастер расстроился. Неудобную, узкую, вытянутую. Далее, что мы здесь имеем? Изломанное пространство, вот такой вот формы. Кухню где-то в дальнем краю, в дальнем углу, понимаете, там прямо вот темень кромешная будет. Может быть, кто-то скажет, и хорошо, ну типа, что кухню-то светить? Да, весь бардак показывать. Но я скажу, что это нехорошо, потому что кухня должна освещаться дневным светом. Понимаете, дневным. Ни лампочка, никакая лампочка не заменит дневной свет. Поэтому кухню нужно выдвигать ближе к окну. Расположение плохое, неудачное. В общем, оно мало кому нравится на самом деле. Остается немного места под гостиную непосредственно, куда нужно поставить там телик и стол. Но вот вроде диван поставили и окей. И остается спальня. Значит, в спальне минус заключается в том, что шкафчик маленький. Вот видите, совсем маленький шкафчик. Но если мы ведем речь о том, что это квартира для будущего студента, который приедет учиться в наш прекрасный город Екатеринбург. И вот ему нужно где-то жить там, а в общаге не хочется. Хочется вот как-то уже самостоятельно в своей квартире и приобщаться уже к самостоятельной жизни. То, в принципе, наверное, будет достаточно. Но, тем не менее, я планировку переделываю. И, на мой взгляд, делаю ее гораздо лучше, удобнее и функциональнее, чем она была до того. А вы сейчас это сможете оценить и написать в комментариях, так ли это. А если нет, предложить свой вариант. А лучше взять вот эту картинку, планировку и сделать свой вариант, прислать мне. И мы его потом вместе разберем. Все ссылочки будут в описании. Кстати говоря, я уже похожую однушку разбирал. Так что на нее тоже ссылочка будет в описании. Смотрим на мой вариант. Я в обязательном порядке всегда ищу места хранения. Даже в однушках. И здесь оно есть. Сразу при входе в квартиру есть гардеробная. Шкаф под верхнюю одежду и обувь. Напротив него еще один шкаф, как кладовая, в которой стиральная машина, уборочный инвентарь, химия. Ну и что-то там еще. Удочки, может быть спортивная сумка. Там много всего нужно в квартире хранить, согласитесь. Вот это как раз для вот этого хранения шкаф. Таким образом мы расхламляем всю остальную квартиру. И это у нас аккуратненько в кладовочке. Напротив нее достаточно большая и просторная душевая комната. Но это у меня в моем варианте душевая. Именно душевая. Вот она здесь большая зона, выделенная специально, то есть где можно с большим комфортом принимать душ. Но если захочется поставить ванну, никаких проблем. Вместо душевой можно поставить ванну. Но ключевая особенность в том, что здесь только душ или ванна, унитаз, раковина и все. Можно еще, правда, кресло поставить, какой-нибудь стульчик, чтобы сидеть и балдеть. Никакой стиральной машины тут нет и быть не должно, если вы хотите иметь красоту в своей ванной. А ее надо там, так сказать, создавать. Потому что это еще одна дополнительная комната в маленькой квартире. Это комната для релакса, понимаете, где можно уединиться. Ну понятно, что студент пока живет один, а когда он начнет жить с кем-то, вдвоем, то будет периодически возникать желание у этих двоих где-то побыть одному. Где в однушке уединиться? Правильно, можно в душевой. И там, так сказать, порелаксировать. Да даже я одному просто меняешь обстановку, и ты уже в каком-то новом пространстве, где тебе хорошо. А стиральная машина будет мешать расслаблению. Итак, идем дальше и попадаем в кухню-гостиную, в которой у меня кухня с островом. За этим же островом барная стоечка, за которой студенту, в принципе, вполне себе комфортно будет покушать. Кухня не очень большая, но зачем ему большая, если он в основном живет, ну, наверное, перекусами что ли. Хотя, конечно, я и не исключаю тот момент, когда, значит, некоторые студенты, делали мы тут одним, кстати говоря, которым нужна была кухня побольше, любят готовить. Но, как правило, сейчас не нужна большая кухня, особенно студентам. Вот сейчас жизнь марта, не знаю, все на заказ, еда, там, самокат, все привозят, все готовое. Зачем им большая кухня? Не нужна. Есть диван, есть телевизор, то есть можно и гостей пригласить, можно и самому побалдеть. В общем, покайфовать телек, посмотреть, в приставку поиграть. А когда нужно поделать уроки, переходим в спальню. Там уже стоит рабочий стол со стульчиком, компьютер или что там нужно для того, чтобы делать уроки, заниматься там, ну, может быть, в будущем и работать. Тут же стоит кровать, достаточно большая, но не такая, как я делал в планировке для молодеженов. То есть здесь кровать на метр шестьдесят. Там для них было метр восемьдесят, а здесь метр шестьдесят по ширине. Ну и есть еще стеллажик для какой-то литературы, тумбочка и шкаф. Он тоже здесь не такой гигантский, как в другом варианте, который я разбирал. Потому что предполагается, что это один, ну, даже когда и второй появится, то, в принципе, на это время должно мест хранения хватить. При желании, при желании, это пространство можно сделать более открытым. То есть убрать вот эту перегородку, часть ее посередине, вот это все убрать и объединить вот эту спальню с гостиной. Это тоже классный прием. С учетом того, что здесь живет один человек, и ему, в принципе, ну, как бы не надо в спальне там обязательно закрыться, чтобы изолироваться от гостиной. Ну, как бы зачем? То есть это все его пространство, он спокойно в нем перемещается. Плюс заключается в том, что будет ощущение гораздо большего пространства, чем оно есть на самом деле. Ну, повторюсь, это при желании. Вот, если же такого желания нет, то может остаться перегородка с дверью. Пумс, ушли, закрылись, сидим, делаем уроки. Друзья, пишите в комментариях, что думаете по этому поводу. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и всем пока. Да пребудет с вами Муза и удобная планировка. И лучше от меня. Пока.